Друзья мои, рада приветствовать вас на своем канале Готовим вместе с Лилей. Да, это они, профитроли или булочки, сделанные из заварного теста с хрустящей корочкой и полое внутри. Начиняйте чем захотите, белковым, заварным, сливочным, шоколадным кремами или сыром с зеленью, с жульеном, паштетами, салатами. Впрочем, эти булочки и сами по себе просто вкусняшки, ведь они испечены из фантастического заварного теста. Как его приготовить я сейчас покажу. Ну что, начнем? Друзья мои, нам понадобится всего 5 ингредиентов. Это мука 2 стакана, яйца 8 штук, 220 грамм масла, можно использовать маргарин, 2 стакана воды и чайная ложечка соли. Все, что нам понадобится для наших замечательных профитролей заварных эклеров, можно назвать по-разному. Так, берем удобную кастрюльку, наливаем нашу воду, 2 стакана в кастрюльку, туда же ложечка соли. Включаем огонь. Воду с солью доводим до кипения практически. Ну вот, мои хорошие, водичка практически закипела. Опускаем маслечко в кастрюльку. Наша задача дождаться, чтобы масло в соленой нашей водичке растворилось и тоже начало кипеть. Первые булочки, как только увидим, делаем меньший огонек и потихоньку частями будем вводить нашу муку. Ну вот, мы дождались наших булечек. Масло у нас не просто растворилось, начинает кипеть. Вот-вот-вот-вот. А теперь на этом этапе мука пошла. Размешиваем. И еще сейчас мы можем сделать чуть-чуть меньший огонек. Вот так. Мы должны сейчас заваривать муку. Второй стакан. Размешиваем. Вот таким вот образом. Не переживайте, если вы видите сейчас комки и совершенно негладкое вроде бы тесто. Сейчас происходит самое важное. Мука наша заваривается в масляно-солевом растворе водички. Вот так вот. И мы размешивая, делаем все, чтобы все капельки муки, которые вы видите, тоже белые, видите, исчезают. Вот такое вот тесто. Самое интересное, смотрите, как получается замечательно. Настолько эластичным становится тесто, не пристает ко дну кастрюльки нашей. И мы вот так буквально 2-3 минуточки должны его немножечко прямо на маленьком огоньке помесить как бы лопаткой. То есть хорошо, чтобы нигде мука наша не осталась не заваренной. Вот это и есть заваривается тесто, заварное. Вот так вот. Смотрите, какое уже эластичное получается потихоньку. Мы лопаткой вот так вот размешиваем и видим, что оно становится уже однородней, податливее, эластичней и вот такое приятной консистенции получается. Две-три минутки, ребятушки, вот так. Собственно, я вот в прямом эфире и заканчиваю его размешивать. Все, милые мои, вот в таком виде тесто нас вполне устраивает. Сейчас мы дадим, снимаем с огня, с плиты и даем нашему тесту немножечко прийти в себя, немножко остыть. И только после этого будем вбивать яйца. Перекладываю тесто в удобную миску, чтобы быстрее остыло и здесь будет удобнее работать. Тесто не должно остыть сильно очень уж, 70 где-то градусов. То есть оно еще должно быть горяченькое, но не такое, как было снято с плиты. То есть вот сейчас немножечко оно подостыло и мы по одному яйцу начинаем вбивать. Аккуратно, потихоньку вмешиваем яйцо в наше заварное тесто. Видите, потихонечку яйцо исчезает в нашем тесте и оно становится однороднее. Теперь следующее яйцо. И так по очереди все яйца должны в тесто. Это не сложно, но ответственно, потому что мы должны убедиться, что следующее яйцо помещаем только после того, как наше тесто приняло предыдущее. Друзья мои, у меня спрашивают иногда, почему нельзя вбивать яйца, ну даже по очереди, используя блендер или миксер там. И я вам отвечу так на это. Знаете, вот если вы картошку пюре, для примера, да, взбиваете, ну в смысле готовите картошечку, вы там толкушкой ее, да, а потом маслечко сначала сливаете, понятно там, ну делайте так, как вы хотите, с молочком. А вот представьте, если вы блендером пюрешку будете взбивать, будет клейстероподобная масса, а не пюрешка, правда же? Вот и здесь та же история. Нельзя, ребята. Но вы можете, конечно же, попробовать, потому что все равно получится. Но все равно, я вам скажу честно, немножко структура теста меняться будет, будет другая, после даже миксера. Поэтому бабушка делала моего мужа руками, и я постараюсь руками. И немножечко постараемся мы вместе, чтобы у нас получилось здорово. предпоследнее яйцо. Немножко потрудимся. Но результат, ребята, результат нас порадует. Хорошие мои, давайте я немножко сейчас обращу ваше внимание. Смотрите, это было предпоследнее яйцо, и тесто у нас вот такое уже. Вот оно как бы уже начинает тянуться за ложкой. И отцепляться ему сложнее, друг от дружки. Видите? Это здорово. Вот еще одно последнее яйцо, и будет то, что нужно. Отлично. Сейчас еще одно яйцо. Ответственный момент. Торжественный последнее яйцо вбиваем. Вмешиваем. Замешиваем. Последнее. Вот такое должно быть оно. Вот такое, ребята. Друзья, не могу налюбоваться. Еще раз хочу показать вам все-таки эту красоту. Какое замечательное получается тесто. Ну, просто потрясающе. Потрясающе. Вот такое. Вот такое тягучкое. И одновременно, посмотрите, какое оно эластичное. Мегусенькое, нежное-нежное. Спадает вот такими вот маленькими лавинками. Вот так. Поверьте, заварные будут изумительные. Потрясающее полое внутри. И очень-очень-очень пышное у нас будут. А внутри будут полое, как положено. Чтобы мы могли начинять любой начинкой. Все, мои хорошие. Я даю немножко себе и тесту немножко отдохнуть. Вот так. И дальше мы продолжим с вами. Будем уже печь. А пока позволим себе выпить чашечку кофе или чая и подписаться в это время на канал, чтобы не пропустить будущие вкусности. Друзья мои, пока мы выпили чаек, духовка наша разогревается и уже практически разогрелась. В разогретую духовку мы сейчас будем ставить наши заварные. Берем противень, застилаем пергаментным листом, берем ложку, столовую ложку, с хорошей горкой набираем, вот так приблизительно. И чайной ложкой помогаем, вот таким вот образом. Приблизительно они все будут одинаково пухленькие. Снова зачерпываем, вот так вот. И снова опускаем на противень. Духовка разогрета на 180 градусов. Ставим в духовку на 30 минут. Вот, друзья, из духовочки я уже вынула 20 минут после того, как уже приготовились. То есть 30 минут были в духовке, выключили. И 20 минут, чтобы они не упали, они там у меня находились. Вот я сейчас вынула их. Вынула и сейчас поменяю местами с маленькими, сейчас вот пойдут малыши. А про эти все расскажу. Так, великанчики-гигантчики здесь, малыши пойдут сейчас. Друзья, ну вот, маленькие, которые тоже стали не совсем уже маленькие. Вот они готовы. Давайте ближе посмотрим. Красавцы такие. Вот такое дно. Ольга. Еще горячее. Вот так. И вот, что важно, братцы, вот эта вот пленочка, она должна быть вот такая мягусенькая, а они внутри должны быть вот такие полые. Но это я уже сломайкла, а сейчас покажу вам другой. Давайте посмотрим, что внутри. Вот так. О, какие замечательные. Видите? Замечательные, полые. Туда и заварное тесто, и белковое, и кремовое, и самое интересное, любой салатик, паштетик, да что хотите. Потому что само по себе тесто универсально в том плане, что оно съедобно и великолепно подчеркивать будет начинку. Сладкое будет классно со сладкой. Будет солененькое будет классно со сладкой. Видите, сколько места, чтобы мы туда начинку помещали. Замечательно, друзья мои. Будет здорово, если вы напишите, что же вы помещали бы в такие булочки, или с чем вы их начиняете. Мне это очень интересно. Пишите в комментариях. Я их читаю с удовольствием, буду вам отвечать. Мы наполним заварным кремом. Ну и чем еще вы нам подскажете. Вот, друзья, мы еще посмотрим вот так. Вот так. Я хочу, чтобы вы взглянули, что вот эти перепоночки, как бы, да, мигусенькие такие, они очень нежные. Здесь начинка будет располагаться замечательно, места хватает. И одновременно нежности даст вот этот, как бы, как омлетик. Такое ощущение, что при твердой корочке вокруг, внутри тоненькие, маленькие вот такие вот ленточки омлетиков будут. Стебельки буквально вот такие проходить. И начинка любая, сладкая, великолепно, подчеркивает, как сладкий омлетик. Будет солененькая начинка, великолепно, будет с солененькой начинкой, тоже отлично. И форму держать. И, кстати, не обязательно шприцом, можно помещать вот так и приклеивается. Крем будет держать и начинку будет держать любую. Вот у меня сейчас начинка к пирожкам, мясная. Поверьте, и с мясной начинкой великолепно. Крем еще не сделала, хочу сделать крем, но параллельно делаю пирожки. Вот, у меня здесь начинка, ну, начинка это к пирожкам, хочу сделать к пирожкам. Так я вот, вот такую вот историю хочу вам показать. Вот так вот. Вот. То есть начинка с мясом и... Начинка с мясом и луком мы закрыли. Ну, золотистый, да? Ну, наверное, нужно ответить. Попробуем. Ммм, друзья мои, это что-то невероятное. Это я просто хочу вам сказать, что здесь, что сладенькое поместите, что не сладенькое. Ммм, ребята. Самое оно. Ай да булочки. Ай да молодцы. Ай да вы мои молодцы. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что поддерживаете нас. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мы обязательно что-нибудь еще новенькое придумаем. А если вам не сложно, напишите в комментариях, чем бы вы начиняли наши замечательные булочки. Сладким или не сладким. И чем вы начиняете у себя дома. Ну, все. Пока-пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok